Паниковать не стоит, мест хватит всем. В Барнауле продолжают принимать заявления от родителей будущих первоклассников. Казалось бы, процедуры это отработанные, проблем быть не должно, но нет. С какими трудностями уже столкнулись мама и папа и почему специалисты профильного управления уверены, что все вопросы, по большому счету, возникли на ровном месте. Об этом нам расскажет Наталья Полосина, начальник отдела общего образования и оценочных процедур Министерства образования Алтайского края. Здравствуйте. Здравствуйте, Лена. Прежде скажите, сколько в новом учебном году ребятишек пойдет в первый класс? В Барнауле, ну и по краю? У нас в Алтайском крае пойдет свыше 31 тысячи в этом году. Это наши планы. В Барнауле примерно 8600 детей. В сравнении с предыдущими годами? Ни больше, ни меньше? Чуть-чуть поменьше, чуть-чуть поменьше, но в Барнауле чуть-чуть поменьше. Но я думаю, что эта цифра немножко изменится к началу учебного года, а скорее всего она изменится к июлю месяцу. Прием заявлений стартовал 1 февраля, продлится до 30 июня, однако некоторые родители считают так. Чем раньше, тем больше шансов попасть в школу, которая, ну что называется, по душе. Так ли это? Нужно разобраться, в чем по душе, а что рядом с домом. С 1 февраля мы подаем документы в школу, которая находится рядом с домом. А вот по душе мы уже подаем заявление с 1 июля. Поэтому вот здесь эту разницу нужно понимать. Есть опасения, то что не попадут в желаемую школу. Опять же, нужно разобраться, что желаем. Территориально или же. Я всегда говорила и буду говорить, и родителям хочу дать такой совет. Не нужно на сегодняшний день говорить о топовых школах, то есть о школах, которые у нас у всех на слуху, и о школах обычных, дворовых, как мы их называем. Нужно на сегодняшний день говорить о начальной школе, где ребенку комфортно. Что ему комфортнее? Ездить очень далеко, либо учиться рядом с домом, там, где он проживает. Второй момент. Учитель начальных классов. Это тоже очень важный момент. Очень важный момент еще и в том, что мы же выбираем школу на начальную. Мы должны посмотреть, как ребенок будет воспринимать у нас программу, как у него будут складываться взаимоотношения в классе, как у него будут складываться взаимоотношения с учителем и так далее. Насколько он коммуникативен сегодня. Вот это тоже наша задача. И вот из этого нужно исходить. И чисто психологически. Ребенок, приходящий из детского сада, это одно. Ребенок, приходящий из семейного воспитания, это совершенно другое. Поэтому период адаптации он должен быть, и он должен быть комфортным. Поэтому, выбирая школу, мы должны посмотреть прежде всего, я считаю, территориально. А вот когда мы уже будем понимать, насколько ребенок у нас развит, насколько он хорошо воспринимает программу, вот тогда уже нужно будет посмотреть, наверное, и углубленные изучения ряда предметов, куда у него есть склонность, и, может быть, рассмотреть перевод в другую школу. То есть я правильно поняла, по месту жительства всем мест в школе хватит? Мы на это надеемся. Наверное, исключение составит только школа, которая у нас находится в очень жестких районах сегодня, то есть это индустриальный район. И сегодня есть еще, сохраняется проблема в городе Барнауле, в школах номер 98-99. Это сельские школы, Власиха, поселок Лесной. Там у нас открыты дополнительные места для детей на Новосиликатном. Это близлежащие школы. Но сразу хочу сказать о том, что в городе Барнауле ведется строительство пристроек в школе 98. Поэтому в скором времени эта проблема, надеюсь, уйдет. То есть вот вся эта шумиха, которая случилась в начале февраля, это все больше касается, видимо, индустриального района? Ну, не только индустриального района. Это коснулось и тех школ, которые находятся в центре. Мы с вами говорим о 42-20, в 42-40 школе и так далее. Я вам просто хочу сказать, на сегодняшний день с 1 февраля подали очень много заявлений. После того, как началась обработка заявлений, вот даже в тех школах, о которых я вам сегодня сказала, появились вакантные места. 40-я школа до сих пор ведет прием, поскольку первый фактор, о котором мы говорим сегодня, это подача заявлений по месту жительства. Если тот, кто подал заявление не по месту жительства, но его заявление учли, да, оно откладывается и дается отказ. Но еще на прошлой неделе появилась информация, что как раз в 40-й гимназии, в 42-й и еще несколько учебных заведений там места вроде как закончились. Правда ли это? Да, первоначально это было, но при обработке заявлений, как я уже говорила, в 42-й школе пока на сегодняшний день прием закрыт, 22-я школа прием закрыт, а вот в 40-й гимназии идет прием. Не факт, что это конечный результат, результат может поменяться. Получается, предположим, ребенок живет рядом с 22-й школой, места, вы сказали, там закончились. Что предлагают им? Нужно обратиться, допустим, в городе Барнауле, да, нужно обратиться в комитет по образованию города Барнаула. Если это город Новоалтайск, это нужно в соответствующий комитет Новоалтайска, в Рубцовске, в Рубцовске, нужно обратиться и подберут школу близлежащую. Как правило, если нет места в 42-й школе, мы предлагаем в 69-ю школу, в 86-ю школу, они находятся в шаговой доступности. Если же нет места в 22-й школе, предлагаться будет 122-я школа. Но для этого нужно обратиться к специалистам комитета по образованию. То есть, в принципе, они все рядом? Да, они все рядом, это шаговая доступность. Почему тогда родители не все идут на такой компромисс? А знаете, наверное, не идут даже не потому, что из вредности, они идут потому, что не знают. И как бы мы не проводили разъяснительную работу, ведь это проводится и на родительских собраниях будущих первоклассников. И мы не раз выступали с этим в эфире. А вот задача родителя, вот я хочу... Я там учился, младшая дочь, старшая дочь. Совершенно верно, совершенно верно. Мы все там учились, поэтому я хочу сюда. Вот здесь законодательство поменялось, поэтому нужно просто очень внимательно слушать тех, кто разъясняет данную ситуацию. Ну и все же не идти за модой, так скажем, на имя школы. А пока в начальной школе стоит думать о ребенке. О ребенке, о психологическом его здоровье и комфортности. А можно ли выбрать учителя в таком случае? Можно посмотреть на учителя, конечно. Почему? Потому что ведь... Ну давайте так, микрорайон. Земля слухом полнится. Я учился здесь, я учился у этой учительницы. Это замечательно, это замечательно. Можно прислушаться. Иногда выбирают по программе учителя, то есть по какой программе работает учитель. Вот здесь нужно обратиться в школу. Вам в школе разъяснят, какая программа, чем отличаются друг от друга. Но сразу хочу сказать, любая программа, какой бы она ни была, это выполнение федерального государственного образовательного стандарта начальной школы. Поэтому знания, умения и навыки будут приобретаться в соответствии с данным стандартом, независимо от программы. Наталья Владиславовна, а во всех ли школах предлагают на выбор программу? Вот когда мой ребенок пошел в первый класс, не буду называть номер гимназии, там одна программа на всех. Пять первых классов и выбора совершенно никакого. Выбрать программу можно, но опять же, школа может работать по одной программе, тогда, к сожалению, выбора не будет. Но ведь очень удобно, когда, например, школа России более-менее стандартная или в свое время гармония. Это близкая вам. Школа России близкая вам, потому что мы учились... То есть не факт, что она подходит нашим детям? Нет, не обязательно. Это не программа развивающего обучения, это, скажем так, добротная программа, которая дает фундаментальные знания в соответствии со стандартом. Знаете, почему сложно? Потому что, вот как у нас родители говорят, дайте нам советскую программу. Она не советская, она немножко другая. Но это программа, которая дает хорошее знание в начальной школе. А есть программа развивающего обучения. Вот та, которая научит разговаривать, мыслить, анализировать. Фантазировать. Фантазировать, да, это замечательно. Вот это другое. Поэтому родителю нужно ознакомиться с программой. Можно посмотреть на ребенка, можно сводить его к психологу. Если не хотите к школьному психологу, можно обратиться к садовскому психологу. Если не устраивает детского сада психолог, у нас в ряде муниципалитетов, и в том числе в городе Барнауле, есть психолого-педагогические центры, где психолог может дать очень хорошую характеристику вашему ребенку. И уже четко выбрать, к чему он склонен. Да, если я, допустим, с математическим, у меня склад ума изначально математический, то мне может быть анализ ближе. А если я гуманитарий, да, я вам столько нафантазирую. Поэтому вот здесь тоже нужно посмотреть. Консультации есть. Ну, еще один вопрос, и тоже из опыта, из личного. До первого класса мы ходили в так называемую подготовительную школу целый год. И нам было сказано, что перед первым сентября вывесят списки тех детей, которые зачислены, и тех детей, которым не рекомендовано учиться в этой школе, и желательно бы пойти в другую. Вот такое имеет место быть? Ну, если вы говорите, значит, оно имело место быть. Насколько это правильно? Здесь я считаю, что неправильно. То есть, что значит предшкола? В предшколу ходят дети не только по микрорайону, но и вне микрорайона. В любом случае, приоритет будет иметь с 1 февраля тот ребенок, который проживает в микрорайоне. Независимо от того, ходил он в эту школу, в предшколу, или же в иную. То есть, предшкола сегодня не дает льготного права на зачисление в образовательную организацию. Если пойдете с 1 июля, то то же самое по закону на свободные места. К нам в редакцию обратились родители, так назовем, особенных деток. Ну, например, один из диагнозов – это аутизм. Они хотят учиться в обычной школе, не в коррекционной. И вот с каким вопросом они столкнулись. Пришли в школу по месту жительства, руководство им сказало, что мы не можем вам обеспечить качественного образования. У нас нет ни технических возможностей, ни, собственно, педагогов, которые способны работать с особенными детками. Неправильный подход. Подход неправильный. Нужно прежде всего посмотреть, есть ли какие-то сопутствующие диагнозы у ребенка-аутиста. Может быть, ему подобрать немножко другую школу, коррекционную. Это тоже возможно. Но в этом году в плане эксперимента мы попробуем создать класс для таких деточек, класс, который будет расположен в одной из школ города Барнаула. Посмотрим, у нас таких классов не было, поэтому это будет первый опыт, и мы на него посмотрим. А вообще любой ребенок с любым заболеванием может обучаться в общеобразовательной школе по адаптированной программе. Здесь нужно просто очень четко понимать законодательство, и инклюзивное образование никто не отменял. Опять же, нужно посмотреть настолько, сколько комфортно будет ребенку обучаться в данном учебном заведении, и насколько будет позволять его физическое состояние, психическое состояние, состояние здоровья. Почему? Потому что дети с особыми возможностями, они действительно особые, поэтому где-то в какой-то мере, может быть, ему где-то будет и некомфортно, и нужен психолог, который должен помочь ему в данной ситуации. Здесь очень много нюансов, но инклюзия в обычной школе, она присутствует, ее никто не отменял. Ну вот у меня есть знакомая семья, мальчик замечательный, участвует на олимпиадах, пишет рефераты, радует маму, но он колясочник. И проблема-то у них в том, что школа не оборудована, нет определенных пандусов, и мама вынуждена с утра до ночи с ним находиться в школе, нет волонтеров, хотя она уверяет, что они должны быть. Наверное, не волонтеры, а тьютеры. Верно. Волонтеры у нас как раз есть, а тьютеры на сегодняшний день, и действительно у нас в школе очень-очень немного, это в основном коррекционные, они есть, но в общеобразовательных школах тьютеров нет, к сожалению. Хотя школы с доступной средой, они у нас тоже имеются. На сегодняшний день, особенно в новых школах это присутствует, там специальные лифты. В старых школах у нас есть вертикализаторы, в некоторых школах, которые поднимают ребенка на какой-либо этаж, но достаточно длительный процесс. В новых школах лифты для детей с ограниченными возможностями здоровья. А вот пандусы, для начальной школы это хорошо, пандусы у нас есть в 22% учреждений образования по краю. Ну вот, раз уж про край заговорили, в школах краев все нормальное? Нет таких проблем, как в Барнауле? Проблемы таких, как в Барнауле, вы имеете в виду, по школам есть в ряде, в ряде муниципалитетов есть. У нас есть несколько жестких муниципалитетов, я уже говорила о них. Это Новоалтайск, это Рубцовск, Барнаул. Поэтому здесь немножечко, там все равно немножко полегче. Полегче, но тем не менее есть. Пока на сегодняшний день мы справляемся, справляемся вместе с муниципалитетами. Деточек мы распределяем по школам, поэтому я думаю, что у нас и в Барнауле хватит мест в 7, поскольку на сегодняшний день 8600, мы говорили, это планово, а мест примерно на 70, от 70 до 100 побольше в школах города Барнаула. Отлично. Ну вот давайте еще раз с вами напомним. Мы говорили о том, что до 30 июня принимаем заявки. По месту жительства. По месту жительства, да. И на этом приемная кампания не заканчивается. Дальше кто может воспользоваться? Дальше мы начинаем второй этап нашей работы. Дальше все, кто не по месту жительства, могут подать заявки в ту школу, которая им нравится. Будут приняты заявки, их обработаны обязательно. И им будет сообщено, на свободное место ребенок попадает, либо не попадает. Предположим, не было свободных мест, значит, родителю необходимо подстраховаться и по месту жительства в том числе подать заявление. В том числе подать заявление. Он может подать и после 1 июля заявление. Прием заявлений у нас ведется по 5 сентября. То есть в двух школах одновременно можно подать заявление? Можно подать заявление. Но если подали в электронном варианте, в одну школу второй раз, электронный вариант у вас не примет заявление, если вы его не отозвали. Тогда нужно будет обратиться в школу лично. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо вам. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Полосина, начальник отдела общего образования и оценочных процедур Министерства образования Алтайского края.